здравствуйте друзья я получил вопрос такой из многих составляющих касающейся уплаты налогов в соединенных штатах мы на самом деле неоднократно говорили на эту тему но там такие очень конкретные вопросы а человек он еще не выиграл green card он как бы уже там примеривается то есть он говорит вот так если выиграю я приеду вот как я буду там с налогами и у него как бы такое рефлекторное по привычке желания значит вот найти как бы вот значит налоги не платить допустим если что то что за это будет вот там такой вопрос значит я бы сказал так что в американской законодательной что ли системе в обществе в морали в нравственности и так далее вот во всяких этих аспектах значит не уплата налогов имеет очень нехороший такой оттенок за это сильно очень сильно наказывать очень сильно я бы даже сказал не пропорционально сильно то есть как бы дело даже не столько в сумме сколько в самом факте того что ты гад такой значит уклонялся и я услышал мнение такое очень интересное что вот те страны которые были под англией колониями англии и там сравнивали с теми которые были колонии франции вот где там которые были колониями англии вот там порядок и там вот налоги взимают и того чем все все организовано те которые были колониями франции вот там бардак и я не берусь как бы судить там уж сильно на эту тему не компетентен но действительно вот мы знаем многие страны которые были колониями англии там так очень аккуратно взимаются налоги и так вот как то так и к закону отношения такое более ну как сказать такой при при приемлеме еще не отрицающая при принимающим и вот значит здесь вот можно сказать такая культура помогают человеку заполнять налоговую декларацию обычно специалисты хотя есть люди которые сами это делают вы можете в сегодняшнем мире вы можете пойти на веб-сайт там налоговой службы и сами там все заполнить ну если как бы считаете себя компетентным есть люди у которых очень простые налоги но вот допустим человек работает на постоянной работе где-то и супруг супруга работает на постоянной работе где-то значит там все налоги с них вычитают то есть не то чтобы они там где-то могли зажать там припрятать кешь какой-то или недвижимость там или что-то у них очень простые налоги там буквально там три кнопки стукнуть и все про них понятно поэтому они могут сами но но не все люди хотят сами некоторые думают пусть лучше там такс перипер какой-нибудь посмотрит в принципе вот эти люди которые налогами занимаются они знают какие-то тонкости и это сумма которую они берут за свою работу обычно отбивается хорошо так несколько несколько кратно отбивается той экономии которые есть но еще раз вы можете сами потратить какое-то время и знать более-менее там что-то такое и и сделать там еще был вопрос вот если напутал человек который готовил ваши налоги если он что-то напутал то кто отвечает история такая что в принципе все что связано с неправильной уплаты налогов значит это на вас да то есть вы отвечаете за это за все но если человек который делал налоги он действительно совершил ошибку какую-то то у него есть специальная лиц специальная страховка у него лицензия должна быть у него есть страховка которая покрывает профессиональные ошибки случись чего также как у врача или там страхового агента то есть как бы может так вопрос разрешиться но если вы например этому человеку не дали полную информацию а он уж там чего сделал того сделал то это на вас чего он он не отвечает за информацию которой он пользовался это все на вас так что я бы сказал что лучше с этим не связываться не не влетать никуда потому что если вы однажды попадетесь вот на этом деле то дальше вам будет просто сложнее жить потому что вас каждый год теперь будут тягать там как-то подозреватель что-то вас хотеть и вы будете просто больше времени и нервов на это тратить поэтому я бы даже сказал так при всем при том что деньги например приятнее получать чем отдавать но с учетом неизбежности так сказать этого процесса я бы нам на месте так вот человека который платит налоги и вообще вопросы такие задает я бы на его месте нашел бы в этом какой-то положительный элемент я бы сказал слава богу что можно заплатить налоги и иметь страну в которой действует закон в которой все по-честному в которой тебя никто не обидит и в которой честный суд в которую хорошая экономика в которой можно делать бизнес можно делать науку можно просто жить и никто тебя не трогает и и и и все друг друга как бы любят в том смысле в каком хорошо относится и и не обижают поэтому она стоит тех налогов я честное слово я плачу налогов если вот обо мне и ну не много людей платят такой процент налогов допустим от своих доходов как я плачу и не то что мне уж там прям совсем не жалко но другой стороны я абсолютно не парюсь по этому поводу и думаю слава богу и и и только внимательно внимательно слежу чтобы к нам не было претензий чтобы все было посчитано чтобы все бумажечки там дать чтобы всю информацию предоставить и так далее потому что связываться с этими органами не хочется вот даже если у тебя все в порядке это как бы но все равно не хочется поэтому вот я к этой к этой мысли пришел со временем потому что когда вот мы начинающими были вот мы все думали как сэкономить как там меньше заплатить и так далее вот но имеется ввиду законным путем вот сейчас мы тоже на эту тему думаем и в формате таком что у нас есть очень квалифицированный человек который делает наши налоги или индивидуальные и одновременно корпоративные то есть все это вместе в одном флаконе идет и мы просто доверяем этому человеку что он хорошо все делает вот и вот и все потому что там слишком сложно чтобы мы уже сами в этом разбирались и какие-то решения принимали от еще и ответственность за это несли мы уже не беремся у нас уже есть корпоративный такой tax accountant который cpa там со всеми прибабахами вот он все делает вот так что это недорого стоит если вы делаете индивидуальные свои налоги и вы к кому-то пошли там кто это делает 60 70 80 долларов но вот такой порядок поэтому она она не безумно дорого а заодно вы это может быть как-то образуетесь что-то узнаете вам что-то расскажут и так далее нет не нужно на эту тему сильно париться счастливо